Достигай Израиль и весь мир А что интересного произошло в твоей жизни совсем недавно? До этого я рассказывала ей, что нужно благодарить Бога за пищу, и я успела заснять этот момент на видео. Вот это да. Это было прекрасно. А знаете, это удивительно, насколько дети осознают, что Бог рядом. Они слишком малы, чтобы выразить свои мысли, но я замечаю это по нашей внучке. Когда я молюсь, ее глаза, полные любви, фокусируются на мне, или же она кладет голову мне на плечо. Произношу. Тем не менее, дети чувствуют, когда приходит Бог, потому что они пришли к нам прямо из утробы Бога. И это по-настоящему прекрасно. Они пришли с небес. Иисус сказал, если не будете как дети, вы не войдете в Царство Божие. Ну а теперь мы начинаем нашу программу. Шалому Врахаа, добро пожаловать на нашу программу. Мы изучаем мессианские пророчества. Это уже второй эпизод четвертого сезона. Давайте помолимся. Бог Отец, мы просим у Тебя Духа премудрости и откровения. Мы просим Тебя оставить глубокие следы в наших душах, чтобы мы были абсолютно убеждены, что Иешуа – это единственный путь к Тебе. Помоги нам быть убежденными, смелыми свидетелями в этом злом и извращенном поколении. Мы просим об этом во имя Иешуа. Отец, я прошу, высвободи также Дух Жизни, чтобы люди слышали и признавали, что Иешуа не просто был распят две тысячи лет назад, но и живет вечно. Тот же Иисус, Который был распят сегодня живой. Мы благословляем Тебя, Царь Иисус, и молимся во славу Твою. Аминь и аминь. Дорогие, я записал обширное учение на эту тему и не буду повторяться. Пожалуйста, посмотрите прошлые эпизоды. Есть много разных видов мессианских пророчеств, и я о них рассказал. Сегодня мы поговорим о предсказывающих пророчествах. На прошлой неделе я рассказывал о еврейских концепциях сверхъестественного рождения. Мы знаем, что Иешуа родился в этот мир, когда Мария, или Мария, как мы ее называем, зачела от Духа Святого. Многие из нас знают эту историю. Однажды ангел пришел к Марии и сказал ей, что она зачнет от Духа Божьего. Руах, Божьего дыхания. Мы знаем, что Иосиф, ее будущий муж, с которым она была обручена, узнав об этом, хотел ее отпустить. Это было очень стыдно, забеременеть, не будучи в браке. Однако ангел убедил Иосифа, что это было от Господа. Иосиф женился на Марии, однако ребенок, которого они с Марией растили, и Иешуа, не был рожден естественным образом. Его рождение не было результатом оплодотворения Иосифом. Это было сверхъестественное оплодотворение, которое было совершено Духом Святым. Звучит как фантастика. Кто-то считает это выдумкой и мифом, но сейчас, на примере еврейской Библии, которую мы изучали на прошлой неделе, я покажу вам, что концепция сверхъестественного рождения прослеживается через поколения вплоть до Авраама, отца всех нас. Помните историю в книге Брешит, книге Бытия? Я кратко повторю то, о чем говорил в прошлый раз. О разговоре Бога с Авраамом. Бог сказал в тебе, через твое семя, твое потомство, благословятся все народы. Бог избрал еврейский народ не только для того, чтобы отделить его для себя, отрезав его от общения с другими народами. А вовсе не таким был замысел Бога об Израиле, чьим праатцем стал Авраам. Целью Бога было сделать народ Израиля священниками для всего мира, чтобы Мессия пришел в этот мир через них и стал спасителем человечества. Давайте поговорим об этом. Изучая мессианские пророчества, мы видим, что именно через еврейский народ, начиная с Авраама, Мессия пришел в этот мир. Павел писал об этом в послании к римлянам. Мессия – это прежде всего еврей, а спасение придет через иудеев. Но что означает быть из числа избранного народа? Что означает «Бог выбрал Израиль». Значит ли это, что этот народ был избран, чтобы быть лучше всех? Нет, он был избран, чтобы служить миру. Через евреев в мир пришло Писание. США, как страна, были основаны на принципах десяти заповедей, которые Бог дал еврейскому народу. Мораль западного мира основана и уходит корнями в содержание еврейской Библии. Еврейские писания стали основой морали западной цивилизации. Бог избрал еврейский народ не только, чтобы отделить их и благословить, оставив остальной мир на произвол судьбы. Нет, Бог избрал Израиль, чтобы эти люди прежде всего были служителями и священниками, и благословением для этого мира. По этой причине Мессия пришел из Израиля. Бог сказал Аврааму в 18 главе Бытия, «Абраам, у твоей жены Сары родится ребенок». Когда Господь сказал это Аврааму, тот уже отчаялся дождаться исполнения обетования, поскольку он уже вышел из детородного возраста, как и его жена. Однако Сара рассмеялась, когда услышала от Господа слова, «В это время, в следующем году, у вас родится ребенок, которого вы так ждали». Сара засмеялась, потому что знала, что обычно уже не способна родить ребенка, как и Авраам. Бог упрекнул ее, спросив, «А почему это ты засмеялась? Есть ли что-то трудное для Господа?» Это сверхъестественное рождение. «Сара, ты считаешь, что для тебя это невозможно — родить ребенка?» С обычной плотской точки зрения, да, но Сара и Авраам послушаются. А есть ли что-то слишком трудное для Господа? Возможно, вы хотите прочесть это местописание. «И сказал Господь Аврааму». Отчего это рассмеялось Сара, сказав, «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» 14 стих. «Есть ли что трудное для Господа?» Перед тем, как продолжиться, хочу бросить вызов всем вам. «Есть ли что трудное для Господа?» Сейчас у кого-то из вас в жизни настал такой момент, когда надежд почти не осталось. Вы просто тонете в безнадеге. Кто-то опасается, не пойдет ли он на дно. Кто-то просто не видит перед собой дороги. Мы уже не знаем, куда нам идти. Кто-то из нас забыл о своих мечтах. Но давайте помнить, кто такой Бог. Давайте помнить Его Слово. «Есть ли что трудное для Господа?» Дорогие, наш Бог – это Бог Воскресения. Он Бог, который возвращает жизнь мертвым. Он бросил вызов Аврааму и Саре, когда они потеряли надежду, когда умерла их надежда. Именно в этот момент Бог сказал, «Есть ли что трудное для Господа?» «У вас родится сын, которого я вам обещал». Хочу сказать вам прямо сейчас, давайте всегда будем об этом помнить, что бы ни происходило. Возможно, у нас не осталось ни малейшей надежды. Однако у нас есть отношения со сверхъестественным Богом, а для Него нет ничего трудного. Я благословляю вас прямо сейчас во имя Иешуа. Переходите из силы в силу. Скажу это на ивритим. Переходите из силы в силу. Бог вселяет в нас веру. Он сверхъестественный. И для Него нет ничего трудного. Господь сказал Аврааму, «Есть ли что трудное для Господа?» «Поназначенный срок буду я у тебя в следующем году. И у Сары будет сын». Как и было обещано, через год у Сары родился сын Исаак. Родословную продолжил Иаков, а затем и его потомки. А спустя много лет родился Иешуа. Мы прочитаем первую главу, Евангелие от Матфея, с 18 по 23 стих. Рождество Иисуса Христа было так, по обручении матери его, Марии, с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Вот, Дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что означает «С нами Бог». Эта история о том, как Мария зачала ребенка от Духа Святого, может помочь многим из вас осмыслить концепцию сверхъестественного рождения. Она вовсе не нова для Бритха Даша, Нового Завета. Она прослеживается и Ветхим Заветем, вплоть до самой первой книги Ветхого Завета, книги Бытия, где рассказывается о Саре, которая давно вышла из детородного возраста, и Аврааме, которому тоже уже было почти сто лет. Бог сверхъестественно дал жизнь их органам. И тогда родился Исаак. Давайте ободримся. У нас есть Бог. Бог невозможного. Давайте признаем, когда Иешуа родился в этот мир сверхъестественно, благодаря Духу Святому, Он продолжил эту мессианскую реку, что берет свои истоки в жизни Авраама и Сары, у которых родился Исаак. Иисус повторил историю Израиля, когда сверхъестественно родился в этот мир. Он родился не просто у женщины, не способной зачать из-за возраста. Он родился у женщины, которую никогда не оплодотворяли. Почему рождение Иешуа не может быть самым сверхъестественным рождением? Да, рождение Исаака было сверхъестественным. Барухашем, но не должны ли мы считать, что рождение Иешуа стало кульминацией сверхъестественного рождения, поскольку Он самая уникальная личность, когда-либо жившая на земле. В прошлом, в настоящем и в будущем. По этой причине рождение Иисуса более сверхъестественное, чем рождение Исаака. Бог пошел дальше. Он не просто сделал так, что 90-летняя женщина забеременела от столетнего мужчины. Он сделал так, что забеременела та, у которой никогда не было отношений с мужчиной. Отец, мы открываем Тебе свои сердца. Наполни нас драгоценным духом святым. Меня всегда изумляет то, что Равин Шнайдер начинает служить словом, и в людях сразу же начинают проявлять себя бесы. Мгновенно. Равин не проповедует на темы о бесовских духах или сатане. Иногда он просто начинает петь в духе, и это вынуждает бесов проявлять себя. Я думаю, так действует сходящая с небес сила Божья. Я ощущаю ее, словно она на нас опускается какая-то тяжесть. Это святость Бога. Поэтому мы тут же видим, как в людях проявляют себя бесы, обитающие в них. Когда сходит святость, им не устоять, и они начинают проявлять себя. Они должны выйти, и они выходят. Когда Божий народ наконец обретает свободу от бесовских духов, у людей из глаз текут слезы, они ощущают новую радость и новую свободу. И это сверхъестественно. И я рада быть частью этого великого служения, ведь оно несет исцеление. Все, что говорит пророк Исаия, и так сам Господь даст вам знамение. А вот Дева в очреве примет и родит сына и нарекут имя ему Эммануил. Матфей цитирует именно это местописание в первой главе, демонстрируя тем самым, что в Иешуа исполнили светхозаветные предсказания. Что старается сделать Матфей? Что стараются сделать все авторы Бритха Даша, Нового Завета? Они показывают нам с вами, что еврейская Библия, закон Моисея. Пророки и Псалмы соединились в личности Иешуа как рука и перчатка. Давайте продолжим наше исследование. Мы изучили типы и прообразы, увидели, как Иешуа воплотил историю Израиля, рассмотрели много предсказывающих моментов в еврейской Библии, включая то, как в ней предсказывается родословная, а точнее генеалогия, благодаря которой Иешуа придет в этот мир, появившись в нем посредством сверхъестественного рождения. Но знали ли вы, что в еврейской Библии даже назван город, в котором родится Иешуа? Послушайте внимательно то, что я прочту вам из книги Михея, пятой главы второго стиха. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, одни вечных. Михей предсказывает, что из Вифлеема произойдет тот, кто будет править народами. В мир придет тот, кто родом из вечности». Давайте прочитаем еще раз это же место. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». И вот теперь послушайте внимательно, которого происхождение из начала, одни вечные. Это просто поразительно, если сделать паузу и вдуматься в эти слова. Тут Михей предсказывает, что тот, кто придет из Вифлеема, родом из самой вечности, «Которого происхождение из начала одни вечных». Это просто потрясающе. Михей показывает нам, что тот, кто произойдет из Вифлеема, родом из вечности. В традиционном иудаизме считалось, что Мессия будет обычным человеком. Традиционный иудаизм учит, что потенциальный Мессия есть в любом поколении. Они верят, что Мессия будет творить великие дела, которые вновь направят Израиль к Торе. У нас, верующих в Иешуа, другое представление о Мессии. Он больше, чем просто человек. Скорее, он Бог, который облачился в плотц. И здесь Михей говорит именно об этом. Происхождение Мессии, который родится в Вифлееме, уходит своими корнями вечность. Каким образом это исполнилось в Новом Завете? Мы все, как и те, кто хоть раз праздновал Рождество, знаем, что Иисус родился в Вифлееме. Послушайте, что сказано во второй главе Евангелия от Матфея. С первого по десятый стих. Когда же Иисус родился в Вифлееме? Михей говорил о том, что из Вифлеема придет тот, чье происхождение от дней вечных. Что же делает Матфей? Он возвращается ко второй главе Михея и пишет, когда же Иисус родился в Вифлееме иудейском в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь иудейский? Затем Матфей цитирует книгу Михея 5 главу 2 стих, вновь демонстрируя, дорогие мои, что Иешуа стал именно тем Мессией, что был обещан Израилю. И вот что главное, если мы не понимаем, если мы до конца не осознаем, что наша вера в Мессию основана на слове, мы будем похожи на ветку, которую ветер раскачивает в разные стороны или на отпущенную в море лодку, которую носят по волнам туда-сюда. Если наша вера не будет основана на записанном слове Божьем, у нас не будет корней, нас держит именно слово. Иешуа есть слово. Это и есть то слово, которое Бог вдохнул в нас, своим Руаха Кадош, Духом Святым. И то слово, что записано на бумаге. Давид в 118-м псалме много говорит о слове. «Оживи меня своим словом. Я размышляю над твоим словом днем и ночью». Если у нашей веры не будет глубины, нам нужно, как сказано в Писании, изучать слово, чтобы стать безукоризненными делателями. Я продолжаю делать на этом ударение. Должен сказать, что сегодня очень много слабых, неокрепших христиан, у которых нет стерня. Они прогибаются под весом политкорректности. Они не способны стоять твердо в Господе и быть смелыми свидетелями. Они не укореняются в слове и не провозглашают то, чему оно учит. А все потому, что они не знают слова и не укоренились в нем. вместо того, чтобы стоять твердо и уверенно, вместо того, чтобы быть светом миру и свидетельствовать миру о Господе, они неизменно прогибаются. Они прогибаются под мир, прогибаются под весом политкорректности и принимают мышление мира, говоря, мы не должны никому навязывать свою религию. Мы не должны никому навязывать свою веру. Дорогие, это не апостольская вера. Что такое апостольская вера? Иисус избрал 12 человек и отправил их на миссию, сказав, как Отец послал меня, так и я теперь посылаю вас. Апостольская вера описывается в конце Евангелия от Луки, а также в начале книги Деяний, когда Иисус вознесся на небеса, оставив ученикам поручение идти и научить все народы. Эти ученики разошлись по всему миру, проповедуя Евангелие. Не говорите, что мы не должны делиться своей верой с другими. Не говорите, что мы не должны проповедовать Слово. Не говорите, что мы не должны делиться благой вестью об Иисусе с друзьями, с семьей и соседями. Это великое поручение. Если мы не знаем еврейскую Библию, если мы не укоренились в Слове, если мы не убеждены на сто процентов, что Иешуа это единственный путь, мы никогда не исполним это апостольское призвание. Я надеюсь и молюсь, что увидев, как вы Иисусе воплотились мессианские пророчества, вы укрепитесь, обретете мир и станете его свидетелями. Завершим передачу благословения. В шестой главе книги чисел Бог Отец сказал Моисею и Аарону, произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них. Возлюбленные дети Бога, я хочу, чтобы прямо сейчас вы приняли благословение своего Отца. Иисусе Леха Вей Асем Леха Шалом Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Позвольте нам молиться о вас. Присылайте нам на сайт ваши молитвенные просьбы или пишите на наш почтовый адрес. Наша команда молитвенников молится за каждую нужду в отдельности. Когда вы получите ответ от Бога или если Бог коснулся вас через наше служение, вышлите нам свое свидетельство. Мы хотим радоваться вместе с вами. Ваше свидетельство вдохновить других. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства своего. В следующем выпуске программы вы узнаете, как научиться понимать мессианские пророчества, чтобы стать более посвященными в своем хождении с Господом. Не пропустите этот захватывающий эпизод. Господь побуждает вас помочь Равину Шнайдеру. Он учит пастырей и несет Евангелие толпам людей в Африке, Южной Америке, Карибском бассейне, а также проповедует его в Израиле. И не стоит забывать про телеслужение, которое достигает мир для Христа. Ваша поддержка поможет Равину донести слово тем, кто никогда не услышит его. Посетите наш сайт, адрес которого указан на экране, или позвоните по номеру, который вы видите на экране, и помогите изменить жизнь людей во всем мире. Ваша поддержка очень нужна нам. Возлюбленные, я молюсь о том, чтобы Бог Отец продолжил и дальше использовать меня в качестве клинка Его Слова, которое живо и действенно острее меча обоюдоострова. Оно приходит к нам в силе Духа Святого через Мессию и Иисуса. Чтобы этот процесс происходил, я должен находиться под Его властью. А когда мы находимся под Ним, это влияет на наши мысли, наши отношения, наши слова, на все в нашей жизни. включая использование наших финансов. Я предлагаю вам отдать свои финансы Богу. Мы не можем войти в полноту Его присутствия, не отдав себя Ему во всех сферах своей жизни. Если Господь благословляет вас через это служение, и вы ощущаете призыв сделать пожертвование, тогда возлюбленные. Я прошу вас, будьте послушны, Господь да благословит вас обильно. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, которые вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 453-7. На земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин еврейский верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровение сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика и подписаться, чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.